добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом и последнее условие которое предъявляет господь нам для того чтобы мы приняли духа святого это подчинение причем не просто подчинение а добровольное подчинение смотрите что пишет павел 6 главе послания к римлянам в 13 стихе и не придавайте членов ваших греху в орудие неправды но представьте себя богу как оживших из мертвых и члены вашу богу в орудие праведности апостол павел говорит что мы должны сами абсолютно добровольно отдать самих себя в послушание подчинение богу мы должны позволить духу святому говорить и действовать в нас и через нас вообще это очень такая большая тема потому что дух святой он настолько джентльмен он настолько чуткий что он никогда не будет действовать до тех пор пока мы во первых не позволим ему это делать а во вторых мы не подчиним самих себя ему чтобы он мог использовать нас для того чтобы совершить исцеление например провозгласить пророчество сказать проповедь или помолиться за кого-то из людей дух святой всегда работает в сотрудничестве с нами если вам кажется что он должен начать действовать помимо нашей воли то знаете у вас вдруг там рука сама дергаться начнет этот дух святой я вас уверяю это не дух святой взаимодействие с духом святым оно происходит очень просто бог говорит подними руку и ты поднимаешь бог говорит возьми и перенеси этот предмет другое место ты берешь и делаешь бог говорит скажи вот эти вот слова и ты говоришь вот это и есть вот там симфония да вот это вот единение с духом святым когда ты открывая писание ты слышишь голос духа святого или же когда он говорит о тебе в откровении в видении в сновидении и ты выполняешь это здесь даже вопрос не послушания а подчинение насколько ты заблаговременно готов делать то что скажет тебе дух святой не пытаться понимать то что он говорит это невозможно не пытаться воспринять это а просто пойти и сделать самая большая проблема сегодня у каждого из нас это не послушание бог ожидает от нас что мы будем подчиняться ему и поверьте у него есть на это право потому что он вседержитель творец его сущего и владыка вселенной но он предпочитает приходить к нам в тихом веянии ветра и разговаривать с нами как с друзьями и мы по моему от этого просто обалдели и обнаглели мы перестали воспринимать его как царя мы перестали воспринимать его слова как повеление мы начали принимать и к сведению мы начали думать что это очень интересные размышления духовные но все что говорит бог всегда носит повелительное наклонение даже если это дружеские слова если вы хотите сверхъестественную жизнь если вы хотите чтобы дух святой, который живет в вас, он проявлялся, вам необходимо сделать только одно – подчинить ему собственную жизнь. И вся сила Бога, вся благодать и вся жизнь наполнит ваше сердце.